Ом Намо Бхагавати Васудивая Ом Намо Бхагавати Васудивая Мы читаем из Шримад Бхагаватам, 3 кенту, 29, 14. Мы читаем из Шримад Бхагаватам. Песня 3, глава 29, текст 14. Продолжение следует... 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 Как я уже говорил, поднявшись на высшую ступень Бхакти-йоги, преданный выходит из-под влияния гун материальной природы и достигает трансцендентного уровня, на котором находится Верховная Личность Бога. Продолжение следует... Почему преданные занимаются преданным служением Бхакти? Вот это как раз объясняется в этом тексте. Атьянтика, используется вот это санскритское слово Атьянтика. Атьянтика указывает на то состояние или платформу, которое находится в самом конце. Атьянтика, то есть это получается место, после которого нет ничего дальше. Это указывает на самый возвышенный результат, который только был бы возможен. Но в соответствии с предыдущими текстами, можно возразить, что эта Атьянтика означает погружение в Бхамон. Но Атьянтика, которая упомянута в этом тексте, не говорит о погружении в Бхамон. Оно указывает на Бхакти. Каким образом вы все так умудряетесь интерпретировать в сторону Бхакти? Посмотрите на текст. Здесь в тексте сказано Бхакти Йогак Я. Напрямую указывая на Бхакти. Иногда Бхакти указывает на Апаваргу. Паварга, Апаварга, мы знаем из санскрита. Из санскрита мы знаем Паварга и Апаварга. Апаварга. Все эти варги указывают на пять видов материального существования. Апаварга — это, наоборот, означает освобождение. И вот в этом тексте Бхакти Йогак Я указывает на освобождение. И также указывает и на Бхамон, и даже на Нирвану. Нирвану часто неправильно понимают. Как будто это указывает на что-то пустое. Нет, это не означает, что в санскрите нирв означает отрицание, то есть выход из чего-то. Поскольку вана на санскрите означает лес. А нирв означает вы выходите из леса. И что же это за лес? Это лес материального существования. Повсюду в ведических писаниях это материальное существование сравнивается с лесом, в котором затерялось живое существо. А освобождение или мокша означает, что мы выходим из этого леса. Вы выходите из тьмы, из этого леса материального бытия, и выходите на свет духовного существования. Как в Бхагавадгите есть один хороший текст. И вот Брама нирванам в этом тексте. Ричхати означает, что человек обретает. Брама нирванам, это указывает на духовное царство, на духовный мир. И вот Кришна объясняет, что вот такова божественная жизнь. Однажды достигнув этого, никто не пожелает вернуться обратно в этот мир. Живое существо не пребывает в замешательстве. Если живое существо находится в таком положении, даже в момент смерти, тогда можно достичь этого духовного царства. Брама нирванам ричхати, то есть человек может достичь этого. Есть другой текст в пятой песне Шримад Бхагаватам. Лакшна означает признаки. Бхакти-йога — это предное служение Господу Васудеве. Это подлинный путь освобождения. Аповарга. В этом тексте Бхакти указывает на Аповаргу. В седьмой песне есть еще один замечательный текст. Те, кто мудры, понимают счастье Бхагавана или Нирваны. Что мудрые говорят, что чистая Бхакти — это мокша, освобождение. Таким образом, существует так много цитат из Писаний. Это еще один известный текст из Шримад Бхагаватам. Что слова, которые описывают освобождение или мокшу, они всегда связаны со словами вот этого указывает как нахождение в своем конституциональном положении, то есть вновь живое существо возродило это. Своё конституциональное положение. Мы не находим каких-то описаний погружения, чтобы это бы описывалось как наивысшая стадия освобождения. Но как раз наоборот, в этой связи говорится про Бхакти. Вот это конституциональное положение души — вечно служить Кришне. Вот это подлинное освобождение. В Гопал Тапани Упанишат утверждается, Бхакти, то есть поклоняя Господу, означает, что живое существо фокусирует свой ум на Господе, отвергая все временные вещи этого мира и следующего. Это состояние вне кармы. Найш-карма. Но, опять же, можно возразить, что освобождение от одних только трех гун материальной природы, это известно в описаниях Священных Писаний как окончательный результат. Это правда, есть много цитат, но это является лишь побочным продуктом Бхакти. Есть много ссылок и цитат об этом. И, опять же, Бхакти является наивысшим, верховным. Таким образом, сегодняшний текст утверждает, Благодаря Бхакти, живое существо превосходит гуны материальной природы. Вот это превосхождение или как пребывание над гунами, оно достижимо. Даже не ища этой возможности. Вы только оцените положение преданных Бхакт Господа Кришны. Вот это то, что Господь Кришна описывает в шестой главе Бхагавадгиты. Что Бхакта, преданный, он является наивысшим из всех йогов. Среди всех йогов. И Аджуна думал, когда Господь Кришна произнес этот текст, даже такие йоги, как Дурваса Муни, такие могущественные йоги, и неужели обычный Бхакта выше? Как это возможно? Дурваса Муни был таким могущественным, что благодаря своим способностям мог путешествовать просто по своей воле между планетами и даже достигнуть Вайкунтхи. И простой преданный, который просто повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, неужели он выше этого? Да. Как это возможно? Поэтому мы и находим эту историю в Шримад Бхагаватам. Дурваса Муни хотел убить Амбаришу Махараджу. Он был царем, преданным Господа, и он также занимался разными обязанностями, характерными для царя. Он был семейным человеком, но Дурваса Муни не смог ничего сделать. Наоборот, в конце концов, ему пришлось принимать прибежище, уступ Амбариша Махараджа просто ради того, чтобы спасти себе жизнь. Почему же тогда Бхагта находится в таком возвышенном положении? Поскольку он предался Кришне. и ничему другому. Вот почему Господь обещает, что любой, кто примет прибежище у его лотосных стоп, его Господь Кришна всегда будет защищать. Пралад Махарадж — это другой пример. Насколько могущественным был его отец, Хиран Накашипу, терроризировал всю Вселенную. В то время он был самым могущественным. Даже полубоги должны были предаться ему. И тем не менее, он даже на толику не мог нанести какой-то вред своему сыну Прохлади Махараджу. Опять же, он был защищаем Господом Кришной. Однажды Шилла Павлопада привел такую очень хорошую аналогию с маленькой рыбкой. Что если сильный, большой, мощный слон войдет в море, то он будет смыт первой же волной. Поскольку вода более могущественна, чем слон. На земле, да, слон очень мощен, очень силен. То есть, он входит в воду, все глубже и глубже, то в какой-то момент его снесет. А маленькая рыбка ну, просто ничто по сравнению с большим слоном. Он свободно спит в воду и назад, и назад, и делает маленькие круги. Даже против ветра воды он может спит. Рыбка с легкостью двигается по воде и взад, вперед, и вращается, и может даже плыть вообще против волн. И маленькая рыбка очень хорошо проводит время в воде. А слон, он просто беспомощно его сносит волнами. Почему? Кто-то знает? Потому что это натуральный оборудование для львов. Это также, но это не окончательный ответ. Поскольку рыба приняла прибежище в воде. А слон принял прибежище на земле. А рыба, рыбка, она приняла прибежище в воде. Поэтому в воде рыба более могущественна, чем слон. Что слон может сделать с маленькой рыбкой? Ничего. Поскольку рыбку защищает океан. Это почему бхакти-йоги всегда описывается как преимущественным к вселенным йогам, mystикам. Вот почему бхакти-йог он описывается как превосходящий по сравнению с любыми другими видами йогов. Могущественными людьми этого мира или могучными мужчинами этого мира или могучными женщинами этого мира неважно. Поскольку он всегда защищает Кришну. Поэтому освобождение является просто побочным продуктом бхакти Господу Кришны. Джрува Махараж Господь Вишну хотел одарить Друва Махараж большим количеством земли. Но он сказал, что я не прошу ничего. Я не хочу ничего. Даже освобождение. Потому в личной мокше нет возможности служить к Кришне. Поскольку в мокше в этом освобождении нет шанса служить тебе. Но ты же будешь свободен от материального бытия. Больше не будет страданий. Нет, меня это не интересует. Если нет возможности служить к Кришне, то это как хел для меня. подобно аду, место, где нет возможности служить тебе. в конечном счете кого волнует, буду я страдать или нет. У вас есть опыт этого. Вы страдаете, начинаете жаловаться другим. О, я страдаю. А кого заботит? У меня живот болит. Вы выходите на улицу и говорите люди, люди, помогите, у меня живот болит. Они просто будут мимо идти, кто-то может скажет, ну да, плохо. Кого это волнует? Я страдаю. Они не будут никак озабочены этим. Что кто-то свободен от страданий. Кого это волнует? Единственное, в чем заинтересован преданный, это служить Кришне. Вот это важно. Почему? Поскольку Кришна удовлетворен. Если Кришна удовлетворен, тогда есть ли что-то, чего невозможно достичь? удовлетворен? Если Кришна удовлетворен, тогда все возможно. Поэтому дай ви еша гуна май мам май дурат дя я это знаменитый мам ива ей мам ива means in санскрит only me only unto me Кришна states. это означает Кришна говорит что только мне поскольку как говорится утверждается что даже господь Брахма господь Шива не могут одарить этим окончательным освобождением сриттим на таранти ивам that only Вишну can grant liberation no one else только Вишну может даровать освобождение и никто другой полубоги не могут дать освобождение даже себе до тех пор пока они не предадутся Кришне или чистому преданному Кришне как они могут дать освобождение кому-то еще что те кто предаются полубогам не очень разумны поскольку только Кришна дарует освобождение гуна это в Санските гуна означает гуну материальной природы но также слово гуна означает веревка и эта веревка состоит из трех таких меньшего размера веревок которые между собой переплетены у маты сзади есть коса и эту косу образуют три как их называют пряди и тогда она становится очень крепкой очень крепкая веревка и вот представьте толстая веревка вы даже можете кораблю тянуть по воде таково значение гун что эти гуны они образуются тремя этими составляющими веревками между собой они переплетены и они очень крепко приковывают привязывают живое существо к материальному миру и поэтому оно не может само по себе освободиться also in this verse daivi daivi gunamai daivi what is daivi yesha daivi yesha gunamai daivi in sanskrit means divine daivi означает божественное it also means amazing astonishing это также означает удивительное поразительное поскольку это энергия кришны она поразительное ошеломительное для живого существа нет никаких шансов возможности самостоятельно освободиться от этой влияния этой энергии господа но опять же если человек предается кришне он с легкостью преодолеет океан материального существования как например можно перепрыгнуть через океан благодаря мистической силе кришне кришне что целый океан уменьшается до размеров лужицы в следе телячьего копытца приводится такой пример этой воды она очень маленькая эта лужица через нее можно с легкостью перепрыгнуть просто предаваясь кришне это говорится в Швита Шватара Упанишат нужно знать Пракрити или Майю и также ее повелителя Господа Кришну там ива видит два атим ритм ити только зная его только зная Кришну человек превосходит смерть мритя означает смерть в данный момент в сообществе ученых они хотят найти тот элемент который может остановить вот этот распад или как бы то проявление когда тело портится распадается уже на протяжении сотен лет ученые пытаются понять почему наше материальное тело стареет увядает почему мы должны стареть и умирать в этом нет никакой необходимости изучают и изучают и один ученый заявляет сейчас что он нашел этот элемент но сразу другие ученые стали возражать поскольку это может указать лишь на какие-то отдельные элементы физического тела но другие части тела все равно будут вынуждены увядать и стареть представьте у вас голова осталась все еще молодая а все остальное очень сильно усохло поэтому они все еще не уверены изучают и изучают но мы уже нашли этот элемент что просто предайтесь Кришне то тогда смерть будет остановлена конечно тело да мы не можем поменять материальную природу никто не может поменять законы материальной природы это невозможно они очень стабильны все устроено Кришной Кришна Своим могуществом могущество переносит на материальную природу просто одним взглядом Он наполняет материальную природу бесчисленным количеством живых существ и одно из этих очень незначительных живых существ брошено в это материальное существование находящееся полностью под контролем законов Господа теперь вдруг хочет поменять законы природы и это называется безумие просто полоумие это возможно только предаваясь Кришне подобным же образом Мучу-кунда обратились к Мучу-кунде они ему сказали следующее мы желаем тебе всестороннего всесторонней удачи пожалуйста выбирай благословение от нас какое хочешь можешь просить чего угодно но за исключением освобождения поскольку только Вишну может одарить освобождение никто другой и Шива тоже произнес этот текст без сомнений только Вишну может дать освобождение и никто другой этот текст мы находим в Падмапуране нет нет другого пути помимо вручения себя Кришне тот кто приходит к этому осознанию он подлинно разумен Харик Харик Шримад Бхагават Ки Ки Какие у вас появились мысли? Агру Махач, вот в каком-то источнике я читал, что служение Вайшнамам выше, чем поклонение Богу. Поясните, пожалуйста. Поскольку никто не сможет напрямую заниматься служением Господу, это невозможно. Только один может делать. Никто другой не может. Кто это? Шримати Радхарани — она единственная, которая напрямую служит Господу Кришне. Все остальные через Шримати Радхарани. Ни одно живое существо не сможет напрямую служить Господу Кришне или предаться напрямую Кришне. Это невозможно. Даже в обычном нашем сообществе людей вы не сможете напрямую подойти и обратиться к какому-то очень значимому человеку. Кто в этой стране самый-самый крутой и важный? Путин. Он говорит Путин. Вы можете напрямую с Путином связаться, позвонить и сказать «Эй, Путин!» «Дай-ка с тобой поговорю». Ты можешь завтра появиться на вокзале в четыре вечера в Иркутске? Ты можешь что-то сделать? Конечно, невозможно. Даже если каким-то образом вы сможете ему позвонить, он уже через секунду скажет «Ты кто такой?» и положит трубку. Господь Кришна является самым важным, самым могущественным. Даже Господь Брама, который является самым могущественным живым существом в этой Вселенной, однажды Он как-то захотел повидать Кришну. И там охранники у ворот сказали «Постой, постой, подожди». В чём вопрос твой? «Я хочу Даршан Кришну получить». «Я Господь Брама». Если вы так ещё не поняли. Они спрашивают «Который Брахма?» Существуют миллиарды Брахм. И тут же это его очень так опустило на место. А он думал, что он единственный Брахма с четырьмя головами. И причём ещё в маленькой Вселенной. Незначительный Брахма. Другие Брахмы, они правят на огромных, гигантских Вселенной. Ничего в сравнении с нашим Вселенной. Я имею в виду, извините. Этот Вселенной ничего в сравнении с их Вселенной. Что есть такие Брахмы, которые вообще огромными Вселенными управляют, и наша Вселенная построена с теми вообще ничто. И они спросили «А который ты вообще Брахма?» А мы тут пытаемся напрямую Кришне, что вот я служу Кришне напрямую, я и Кришна. Это довольно популярное такое проявление в России, когда предный говорит «Вот я тут Кришну вас не видел, я вот там с ним напрямую общаюсь». О, ну слава тебе! Кришна далеко-далеко от нас. И в то же самое время он очень близок. Но есть процесс, как предаться ему. И этот процесс — это стать слугой, слуги, 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 Господи. И вот этот есть текст в Бхагаватам, что вот «Бриттия, бриттия, бриттия, бриттия», то есть слуга, слуги, слуги. Это единственный способ, как можно приблизиться к Кришне. То есть пойти в самый хвост очереди. Вы, может, такое помните, когда вы стоите всю очередь, в какой-то момент вы уже не выдерживаете. Вы каким-то образом так вот наглую проходите прямо в начало очереди. Пытаетесь найти какое-то оправдание. «О, мне что-то очень важное, очень важное». Говорят, иди туда, в хвост очень. Войдете обратно. Все люди над вами потешаются. Вы идете всю дорогу обратно. И вот таково наше положение. Мы должны идти в самый хвост очереди. И занять это смиренное положение. Тогда будет шанс. Это система Кришны. Некоторые люди в это не верят. Они хотят думать, чтобы сравнить Бога с мирской системой. Они думают, что Бог должен быть иным. Хотя я незначителен. Бог очень добр. Я, несомненно, к Нему подойду лично. И они могут продолжать так мечтать, сколько хотят. Что система не такова. Он установил систему. И живое существо должно предаться этому и принять это. И если Кришна, Господь видит это отношение, это смиренное отношение, то тогда Он может явить Себя в секунду любому. Даже муравью, неважно. В секунду. Но прежде всего Он хочет увидеть это смиренное умонастроение. Лишь вот эта гордость является единственным препятствием на пути предного служения. А в остальном нет препятствий. Любой, независимо от того, какое прошлое есть у человека, любой человек может встать на путь предного служения. Но если есть гордость, будет очень-очень сложно прогрессировать в сознании Кришны будет очень сложно. Поэтому Махапрабху дал нам этот секс, что нужно быть смиренным. Тогда будет шанс. Hare Krishna Hare Krishna Shila Prabhupada Yes